Привет, мои дорогие, просто я бы даже сказал, замечательные друзья мои, терпеливые друзья, которые могут, которые могут увидеть от меня видосик, где я буду говорить, ребят, сейчас всё будет заебись, а потом, в общем, всё идёт не очень-то заебись. Это, вообще, у меня есть достаточно веские, скажем так, да, у меня есть достаточно веские причины для, скажем так, данной хуёвой выходки, и она будет высказана в следующем видосе, будет высказана в следующем видосе. Эта причина достаточно веская, так что всё нормально. То, что я выпустил там где-то месяц назад видосик и сказал, ребят, сейчас буду выпускать видосик, и всё будет просто... Это, это в самом деле, это должно было быть правдой, но потом произошли некоторые не очень хорошие обстоятельства, и вы будете на моей стороне, когда узнаете причину. Потому что, на самом деле, ну, давайте я буду с вами даже честен у вас немного. Возможно, триггернёт, если вы хотя бы какую-то симпатию ко мне испытываете. Но! Тем не менее, да, давайте, тем не менее. Сегодня я хотел бы даже так, не то чтобы какой-то, знаете ли, особый видосик сделать на какую-то тему, знаете ли, типа где-то пидоры, где-то геи. Нет, я хотел бы сделать видосик, где буду объяснять вам, как делать мемасы. На это тоже есть причины. И причины те, что лично я мемасы делать заебался. И хочу поделиться мудростью, мудростью с вами, дорогие подписчики, дорогие люди. Я хочу поделиться мудростью с вами, дабы, может быть, кто-то из вас, талантливые люди, скажут, типа, ебать, какая полезная инфа, сейчас нас другая мемасика вкину в предложку Дигра Дача и всё будет заебись. Но на самом деле нет, это не правда. Я всё так же буду делать мемасики, потому что все будут лить примерно то же самое, что лили и раньше. Но! Всё равно инфа в данном видосике, возможно, будет кому-то полезна. И сегодня я буду вас учить, как делать мемасики по ГОСТу, скажем так, да, по своеобразному ГОСТу, который лично я создал для себя. И было бы крайне приятно, если бы люди следовали этому ГОСТу, да, те, которые хотят делать мемы или те, которые мемы делают. Потому что, если кто помнит, у нас в паблике в один момент был своеобразный день предложки, когда весь день я постил то, что скидывали подписчики. И на самом деле там были достаточно годные мемы, было достаточно много годных постов, которые я с радостью, которые я с радостью бы выложил, если бы не одно но. Они были ужасны в плане, в плане оформления, в плане многих вещей. В данном видео я не смогу вас научить, знаете ли, шутить, потому что я сам шутить не умею, я не умею шутить. Но я научу вас, по крайней мере, как все делать правильно и оформлять правильно, чтобы не было стыдно самим. Потому что, да, допустим, это видео смотрят люди, которые пытаются как-то копировать наш контент. Либо просто которые делают мемасики, либо просто люди, которые заинтересованы в этом. И, возможно, есть среди вас люди, которые делают мемы банально неправильно. А да, мемы можно не просто неправильно сделать. Можно люто накосячить так, что это даже не мем, это говно будет. Ну, в принципе, как мой нынешний контент. В первую очередь разрешение. Это 1080 на 1080. Я считаю, лично я считаю, это идеальным размером. Делать больше смысла нет, потому что контакт, если вы, само собой, собираетесь заливать мемы в контакте, контакт просто-напросто срубает разрешение и выводит там в какие-то свои, блядь, ёбаные алгоритмы. И в итоге, по большему счёту, вы просто-напросто зря потратите время. 1080 на 1080 это идеально. И, во-вторых, что вам просто, вот, ну, обязательно надо знать, обязательно. Всегда делайте мемы квадратные. 1080 на 1080. Не 1080, там на 1500, 2700, блядь. 600 всегда ровно на такую же сумму. Мем должен быть квадратный. Если вы видите где-то прямоугольный мем, автор пидорас, автор гондон конченый. Его, блядь, мало того, что убить мало, его мало обоссать, блядь, его всю семью нахуй выдрахать, его лично собаку посадить на кукан, развертеть её, как ёбаный пропеллер у вертолёта и улететь в ёбаную чукотку, чтобы бомбить там с того, какой же, блядь, этот автор ёбаный пидорас за то, что решил сделать мем прямоугольный. Неважно, сколько картинок у вас в посте, да, может, вы решили сделать многокартиночный мем, да, своеобразный комикс. Всегда должны быть квадратные, квадратные, квадратные мемасы. Прямоугольный мем, признак пидораса, пидорство в авторе. Бывают редкие, ну, очень редкие исключения, ну, просто очень редкие, блядь, просто выдающиеся исключения, блядь, раритетные. Если бы, блядь, это было исключение, у него был бы какой-то особый цвет название, то он был бы фиолетовый, потому что это было бы легендарное исключение, как, блядь, не знаю, какой-нибудь артефакт в Варкрафте, блядь, или какая-нибудь карточка в вашем, блядь, стоуне, или тому подобное. Всегда мемы должны быть квадратные. Многие спросят, а, блядь, баба, собственно говоря, почему? Тут, во-первых, есть такая вещь, то, что квадратный мем всегда идеально вписывается в ленту, и это касается не только контакта, это касается достаточно многих социальных сетей, где вы можете делиться творчеством и тому подобными вещами, да, где, допустим, есть такая своеобразная лента, которую вы будете вот так листать, 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 и, допустим, попались, попали на мемасик, и он такой идеально квадратный, и вам не нужно кликать на него, да, если это однокартиночный, чтобы, блядь, получше разглядеть, что же там написано, потому что если он будет прямоугольный, да, допустим, прямоугольный, то вам придется, блядь, кликать на него, чтобы прочитать, а что же там, блядь, автор додумался написать, что же там, блядь, такое, то есть он идеально вписывается, его просто полностью идеально видно, это как, блядь, Стив Джобсовский там, блядь, какой-то там айфон был, да, который идеально вот просто вот вписывается в руку, и все последующие якобы айфоны, это пидорский, вот тут то же самое. Квадратный мем всегда идеален. Во-вторых, что вам обязательно нужно знать, да, все знают то, что наши мемасики используют своеобразный такой бирюзовый шрифт в прямоугольничке, на самом деле это я уже просто пленник этого ебаного шрифта, и этот шрифт ненавижу, мне охота с него блевать, мне просто охота засунуть себе два пальца в рот, два пальца в анус, блядь, со всей дурой нажать, блядь, на точки, которые я там найду, и, блядь, порвать себя нахуй, как ебаную бумажку, я ненавижу просто уже этот шрифт, но, к сожалению, это наша своеобразная визитная карточка, наша ветермерка, на самом деле это отвратительный шрифт, я никому не советую создавать, да, вот примерно подобные шрифты, типа шрифт и в какой-нибудь прямоугольничек чего ссувать, это ужасно, это вредно, потому что, по большему счету, этот ебаный прямоугольничек закрывает достаточно большую часть картинки, если, допустим, какой-то шрифт внушительный, и поэтому я лично советую вам всем действовать по такому своеобразному, тоже, скажем так, лайфхаку, ГОСТу, ГОСТу, который обязательно, вот, вы должны следовать. Многие люди ошибаются и просто, допустим, пишут шрифт каким-то одним цветом, да, допустим, белым, не знаю, белым шрифтом на белой картинке, и потом удивляются, ахуле он, блядь, такой нечитабельный. Вот это тоже признак абсолютной дебильности, просто вот безвкусицы. Чтобы шрифт было идеально видно, я лично, да, создал такой для себя своеобразный ГОСТ, хотя многие им пользовались для этого, я тут скрывать не буду, но я решил, вот, нести свой, собственно, скажем так, реестр обязательных вещей, это, блядь, ебаные свечения вокруг шрифта. В фотошопе, да, вы врубаете ебаные свечения, настраиваете как хотите, можете, блядь, красный в розовый, розовый, блядь, в желтый, не знаю, коричневый, в блевотный, в анальный, в фекальный, как захотите, но главное, чтобы было свечение, которое, скажем так, помогает не сливаться вашему шрифту с окружающими цветами, чтобы он был, скажем так, банально, блядь, читательный. Это просто необходимо, это просто, блядь, обязательно. Но если вдруг вы где-то видите, то, что какой-нибудь автор Мема, да, Мема решил засунуть, блядь, знаете, такой вот шрифт просто одним цветом, без свечения, на какую-нибудь картинку примерно такого же цвета, и такой, пау, я такой, блядь, умный гений, блядь, обосыть этого человека. Я сейчас хочу избавляться от своего старого, от этого бирюзового шрифта, но есть некоторые проблемы, блядь, да, это вот обосыные пидорасы, которые все время, блядь, в комментариях пишут, бе-бе, я не могу, я не могу читать данный шрифт, бе-бе, пизжерст, пизжерст, это отвратительный шрифт, верни старый бирюзовый, бе-бе, бе-бе, я вот просто представляю себе, как этот человек, вот, вот, наверное, вот он просто хочет поперхнуться, потому что у него вот из глотки хочет вот член просто вырваться, и так же вот на меня говорит, бе-бе, пизжерст, блядь, шрифт, пришли, верни, вот из-за таких пидорасов я постепенно, скажем так, да, интегрирую какие-то новые шрифты, не обязательно иметь какой-то стандарт шрифта, да, то есть вы, конечно же, можете, да, иметь какой-то, не знаю, допустим, только пиксельный шрифт, или какой-нибудь тот же самый Comic Sans, главное не Impact, Impact это прошлый век, и тут дело не в том, что он просто как-то негармонично смотрится, а тут дело эстетики, да, своеобразной эстетики, уважающий себя мемодел в наше время Impact использовать не будет, да, то есть вот пройдет немного времени, и потом уже мемы с Impact будут уже своеобразным таким, да, скажем так, ретро, это уже будет удел хипстеров, или мемоделов прошлых лет, да, помните вот эти вот мемасики, фа, комикс, или там, блядь, твое лицо, когда ты обосрал, ну, вы знаете, вы знаете, также есть одна, скажем так, да, такая вещь, которую, ну, блядь, люди, люди просто банально не до этого не додумались, не знаю, я просто, я часто вковыряюсь в разных пабликов, в разные паблики захожу, часто, допустим, вижу контент, который пытается делать, вот как у нас, я как бы не против, серьезно, честно, да, то есть, многие бомбят, типа, цири опять мяукает, но мы будем игнорировать, это животное, она, она хочет дудосить нас, она хочет мучить нас, я уверен, она всегда, когда я записываю ебаные видосы, я закрываю дверь, чтобы не впускать сюда посторонние звуки, я начинаю стоять около двери и мяукать, пытаясь вывести меня из себя, вот вам кажется это, да, милым, смешным, да, как-то, а мне иногда приходится по 10 раз вставать с кресла, потому что она заходит в комнату, я ее впускаю, чтобы она не мяукла, ладно, цири, может ты хочешь посмотреть, как я видосик снимаю, нет, она походит, походит, вернется к двери, к закрытой двери, и снова, блядь, начнет мяукать, начнет мяукать, я, я люблю эту кошку, честно, да, это, это, я отношусь к нему как к ребенку, как к собственному ребенку, я не хочу иметь детей человеческих, вот мне достаточно, вот, да, такого кошачьего детечки, но, вот, вот, вот такие моменты охоты взять ремень и ата-та сделать, она сейчас перестала мяукать, видимо, услышала, как я про ремень заговорил, ну, она, поверьте мне, она скоро вернется и будет нас продолжать мучить, я вам гарантирую, так вот, да, одна вещь, до которой почему-то многие люди, к моему огромному, просто огромному удивлению, эти люди не додумались до этого, это банально использовать, допустим, в тех же самых своеобразных комиксах, да, когда, допустим, в меме несколько картинок, люди не используют картинки одного размера, я не говорю о том, что, допустим, не все могут быть квадратные, ну, какой-то, блядь, размер, допустим, тысяча, где-то, блядь, где-то 600, я поначалу думал, блядь, а какого хуя, а потом я понял, некоторые люди, я не знаю, может, они как-то с телефонов делают, мемасики, но я не знаю, ну, они настолько кривые дебилы, то, что, они думают, то, что, ебать, я такой хитрый, я поступлю так, допустим, они хотят создать эффект приближения, ну, да, вы помните, в наших прошлых мемасах, да, допустим, где какой-то человек охуевает к нему, приближается, скажем так, своеобразный экран, ну, с картинкой к нему, изображение все приближается, он такой, типа, ебать, я в ахуе, вот люди пытаются создать такой же эффект, но только вместо того, чтобы, скажем так, приблизить, они вырезают лицо, вырезают лицо и вставляют отдельной картинкой, при этом не зная то, что, блядь, банально, эта картинка будет намного меньшего размера, тут надо поступать только одним способом, да, вы вырезаете, допустим, это лицо, создаете новый файл, блядь, такого же размера, как предыдущая ваша картинка, и растягиваете это ебало, да, для кого-то получается пиксельное, или что-то зашакаленное, но это весело, это классно, это просто, ну, это замечательно, это намного лучше, чем, блядь, я буду смотреть какой-нибудь комикс, мне будет весело, и дальше я, блядь, и вижу какую-то пизда проляберную картинку, в конце, с таким, знаете, маленьким ебалом охуевшим, ну, потому что у меня такой же ебалый будет охуевшая, она такой же у меня, блядь, скукоженная будет, вот-вот, вот, блядь, она будет у меня вот такого размера, вот-вот, где губы у меня, не, где нос, вот у меня будет такой же ебалый, вот представьте себе, возьмите мою сейчас ебало, да, вот, вот давайте сейчас вот, как, посмотрим ваши скиллы в фотошопе, не обязательно это куда-то скидывать, вот просто для себя проверьте, вот просто сейчас вот, Вот скриньте вот это ебало, вырежьте его, сделайте его максимально скукожным размером с нос и вот ставьте его сюда. И вот вы примерно поймете, какое у меня ебало в конце, когда я смотрю подобные мемасы комикса, которые сделаны, блядь, не по этому ебаному госту. Если вы вдруг видите то, что человек сделал подобный мемас, либо, блядь, прямоугольный, блядь, либо, я не знаю, какой-нибудь вот подобный, просто вот обрезанный, нахуй, как еврейская гайка писюн, то просто, ну, обоссыть этого человека, обоссыть этого автора, приедьте к нему домой, скажите, автор, автор, я, конечно, тебя уважаю, но, пожалуйста, снимай штаны, я тебе сейчас в жопу ебать буду. Прости, нет, ты не кончишься, ты не получишь даже удовольствия, ты даже никому об этом рассказать не сможешь, ты можешь пытаться хвастаться, как-то сам себя успокаивать, нет, я получил удовольствия, но ты удовольствия не получишь, ты будешь страдать, ты будешь, блядь, просто вот блевать кровью, блевать кровью своей души, своей гнилой, блядь, спидозной души. Это будет коричневая кровь с примесями кукурузы и спида. А следующий, четвертый пункт, которого люди... Не то чтобы меня совсем уж бесит, когда его люди не придерживаются, но этого нужно придерживаться, чтобы люди не были в ступоре. Да, это своеобразный эффект действия, эффект экшония в тех же самых многокартиночных мемасах. Многие люди поступают, сами того не зная, сами до того не додумываясь, я их тут даже винить не буду, хотя иногда хода обматерить. Они, допустим, создают комикс, где, допустим, два человека общаются. Они вставляют им, допустим, цитатку сюда, цитатку сюда, допустим, ты пидор, ты пидор. И, допустим, они делают следующую картинку, берут ту же самую картинку того же самого размера и просто меняют надписи. И это немного неправильно. Нужно всегда делать так, чтобы происходил своеобразный экшоний в меме. То есть, если вы вдруг сделали картинку, да, тут текст, тут текст, то вы должны следующую картинку сделать, ну, не знаю, измененной, да. Допустим, человек говорит уже отдельно, вы к нему приближаете. То есть, у вас никогда не должна быть одна и та же картинка, скажем так, подряд. Да, того же самого размера. Если следующая картинка только приблизьте, отдалите, я не знаю, что-нибудь сделайте, но только чтобы она не была такой же. Тут уже на вашу фантазию. Какой экшоний вы хотите у себя в меме делать, в комиксе, как вы пожелаете. Но никогда не делайте две одинаковые картинки подряд. Да, я не особо матерюсь. Я так просто шиплю, знаете, вот так, ну, так по-еврейски шиплю. Типа, блядь, пидора, сука, я, сука, не наюшу. Блядь, пидора, я не наюшу. Просто, блядь, пидора, гнойные червя. Я бы просто подошел бы, блядь, вот так засунул бы руки тебе, ушел бы, вот так раздвинул бы, сказал бы, he's Johnny! И пфу, плюнул бы тебе туда и ушел бы с чистой душой. Ну, вот примерно так, да, совсем уж, как говорится, ядом не прыскаюсь, но пошипливаю иногда, вот. И последняя, пятая вещь, о которой, ну, о которой люди многие не знают, и не знают, и я не могу их винить, это то, что везде, в каждом меме, если там, допустим, в каждом комиксе, это банальное правило, если там, допустим, много каких-нибудь строчек в разнобое сделанных, фраз, чьих-то вот цитат или тому подобного, то они всегда должны стоять в своеобразном порядке, чтобы читателю было легче читать. То есть, вот вы же никогда не читаете, допустим, мемы снизу вверх, или как-то, блядь, сбоку наверх, или вот тому подобное. Вы всегда читаете слева, направо, вниз, слева, направо, вниз. Вот то же самое вы должны соблюдать и в мемах, да. То есть, я знаю, допустим, у нас есть мемы депрошенвульты, да, они есть у нас. И я всегда соблюдаю там определенное правило. Слева, направо, налево, направо, налево, направо, и все это, и все это, само собой, происходит вниз. Дело в том, что человеку так удобнее читать. Ему не нужно искать своеобразное, догадываться, блядь, а в каком же порядке все это читать, он машинально на, скажем так, своеобразном природном уровне понимает, его мозг понимает то, что, ага, я должен читать так. И он читает, его глаза автоматически ходят туда-сюда, туда-сюда, по нужным вам строчкам. И с помощью этого вы, допустим, можете добиваться определенного эффекта внезапно, где-то вот добавив посередине строчку или где-то в конце своеобразный панч. Да, если вы уж совсем загоняете, вы можете добавить своеобразный панч, который внезапно заставит человек вот так, скажем, хехекнуть. Извините, я сейчас кофейку хлебну. Легкий перерыв на кофе... кофе тайм. Обожаю кофе, просто готов его, блядь, по вене себе пускать, просто по вене пускать и охуевать от сладкой жизни. Бывают некоторые моменты, да, когда вы, допустим, не можете начать вот мем отсюда, какую-то цепочку, строчек каких-то фраз или диалогов, вам, допустим, нужно начинать его отсюда, это вполне нормально, просто придерживайтесь того же в порядке, да, то есть на другую сторону вниз, на другую сторону вниз. И все будет у вас просто чики-брики, чики-пуки. Все, надеюсь, вы поняли, да, как говорится, пять своеобразных, не то что в заповеди, но просто пять своеобразных правил, которых вы должны придерживаться. Во-первых, всегда только квадратные мемы, потому что прямоугольный мем, да, запомните, прямоугольный мем – удел пидораса. Обязательно используйте свечение в шрифтах. Единственными, по сути, исключения бывают, ну, когда уж совсем, да, на каком-нибудь белом фоне надпись, как, не знаю, как в Word, не на картинке даже, а на каком-нибудь белом фоне. Это единственный момент, когда, допустим, вы можете себе позволить без свечения обойтись, но во всех случаях свечение. Используйте свечение в шрифтах. Следующее, да, следующее требование – это чтобы все картинки были одинакового размера. Одинакового размера. Нет, чтобы не была одна картинка меньше, или какой-то, блядь, другой формы, или тому подобное. Всегда одного и того же размера, и одной и той же формы. Обязательно. Экшн. Действие, чтобы был эффект действия. То есть, да, никогда нельзя, чтобы две картинки, а вот прям вот идентичные, были подряд. Никогда, никогда. Даже если чуть-чуть где-то приближение есть, или отдаление, это уже хорошо. Меняя просто диалоги в картинке, но оставляя картинку одной и такой же, вы ничего не добьетесь, и просто окажетесь в какой-то момент в касте опущенных. Вам это надо? Нет, вам это не надо. Вот и не делайте так. Ну и последнее – это порядок фраз, диалогов, или просто банально каких-либо строчек в меме или в комиксах. Обязательно этим пользуйтесь. Обязательно пользуйтесь, и все у вас будет чики-брики. Вот, собственно говоря, это вот какие есть основы. Своеобразный гост, которым лично пользуюсь я, и которым можете спокойно пользоваться вы. Никто вас не осудит, я надеюсь. Я лично вас осуждать не буду. Пользуйтесь на здоровье, если у вас есть желание, если вам это понравилось, и вы хотите, скажем так, своеобразное продолжение, да, чтобы я, допустим, уже поделился какими-то нюансами, скажем так, своеобразными лайфхаками, которыми пользуюсь лично я при создании постов, мемасов, по, скажем так, какому-то поиску нужного контента для создания другого контента, то обязательно пишите в комментариях и задавайте какие-нибудь вопросы. Может, у вас есть какие-то вопросы по этому поводу. Я постараюсь, я постараюсь ответить на них в следующем видео. Не обязательно именно вот прям в следующее, а в следующем видео по созданию мемасов я обязательно на все это отвечу и расскажу. Да, примерно так. Думаю, на этом все. Дальше делайте все процедуры, какие вам охота, делайте мемасики. Цири все-таки пришла за дудосит нас, к слову, если вы не заметили. Она тут мяукает, ходит, дудосит нас, зараза мелкая. Люблю ее, конечно, но пиздец иногда охота. Ну, ремнем посраке надавать, чтобы она улетела, как ракета на небеса. Ладно, ребята, давайте и... А, вот точно. Давайте, давайте, давайте сейчас поведу себя немного как пидора. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик. Не, я прям чувствую, как у меня пенис в ванну спроникает. Нет, ребята, извините, я вас не буду об этом просить. Это выше моих сил. Ну, хуя, я только в наушниках сидел. У меня тут все равно никакого звука нет. И, блядь, я не через этот микрофон записываю. Я записываю через вот этот, блядский микрофон, который уже, блядь, переебался. Уже надо, блядь, следующий этот ебаный блюет покупать или какие-то наушники, блядь, пиздаты с микрофоном. Брать, я не знаю, потому что вот этим микрофоном я сейчас максимум... Вот как раз я могу его себе в жопу засунуть. Ладно, ребята, большое спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока. Продолжение следует...